приветствую вас дорогие друзья на своем канале сегодня мы вместе с вами отправимся по грибы а вот дорогие друзья именно вот этот гриб мы искали вот он перед вами вот она фламулина или проще зимние опята кажется нога грибника здесь не ходила сегодня а возможно кто-то даже не знает что уже выросли настоящие зимние опята как же эти зимние опята отличить от обычных опят а все просто когда наступает холода все грибы не растут уже плюс 5 плюс 3 летние опята давно перестали расти осенние тоже не растут и не переживайте что вы с какими-то грибами их можете попутать нет 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 эти опята зимние опята растут сейчас одни ложные опята уже прекратили свой рост поэтому перепутать их с другими ну просто невозможно и сейчас я с вами поделюсь своей находкой а еще я хотела бы рассказать что эти грибы очень полезны они используются в китайской медицине из них делают всякие настойки отвары высушивают их принимают в разных видах и они очень имеют целебные свойства ой чуть не упала они имеют антигистаминный эффект улучшает метаболизм вы можете похудеть даже на грибах да 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 а вот моя находка но вы посмотрите какая замечательная у меня находка весь пень в грибочках и эти грибы кстати любят расти на старых пенях на мертвой древесине по типу обычных опят осенних но эти я встречала только на пнях сейчас я соберу свою добычу как вы спросите отличить их от поганки а все очень просто сейчас все поганки перестали расти еще у них шапочка такая маслянистая остается даже после варки и самое главное нужно варить не менее 20 минут а еще у них нет рубашки снизу они правда похожи на поганку но отличает их маслянистая шапочка это они очень яркие на пнях их видно хорошо издалека поэтому поиски таких грибов как зимние опята очень не сложные и радует что они находятся очень быстро да кстати про сборку грибов у старых грибов берем только шапочки а у молодых ибо уберем все но главное чтобы ножка была светлой фламмулина имеет очень хорошие лечебные свойства предотвращает развитие и рост онкологических заболеваний улучшает свойства крови нормализует уровень холестерина кровяное давление это гриб не самый ценный в европе его там практически не использует но такими свойствами обладает что его стоит употреблять в пищу но есть один момент детям до 10 лет его применять и вообще употреблять в еду нельзя однако практически многие виды грибов детям не нужно кушать и вообще нельзя а еще у нас замечательная традиция пить чай в лесу чай на природе невероятно вкусный на этом я свой ролик буду заканчивать соберу вот эту красоту себе в пакетик и отправлюсь домой а вы продолжайте смотреть мои видео подписывайтесь на мой канал до скорых встреч и ходите вместе со мной за грибами и и еще не забудьте мне писать рекомендации про грибы как их собирать где и какие м м м м м м м м Редактор субтитров А.Семкин